Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талибова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильша от Гафуров подвел итоги приема на 2019-2020 учебный год. Вопросы трансляционной медицины обсудили в стенах Казанского университета. КФУ посетил декан Института вычислительной математики Университета Кинда из Японии. Пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании, прошла на площадке информационного агентства «Татаринформ». Более подробно смотри далее. В информационном агентстве «Татаринформ» прошла пресс-конференция, посвященная итогам приема абитуриентов в Казанский федеральный университет на 2019-2020 учебный год. В общении с журналистами приняли участие ректор КФУ Лишат Гафуров, первый параректор Ясмин Зарипов, а также ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания в этом году завершилась успешно. Казанский федеральный университет улучшил свои показатели как по среднему баллу ЕГЭ, он составил 80,4 балла, так и по популярности среди абитуриентов. «Контрактных мест запланировано было 6 704, бюджетных мест 5 345. Фактически прием на бюджетные места завершился, все бюджетные места заполнились, никаких проблем с набором у нас в этом году, как в принципе и в прошлые годы не было. Так вот, план приема иностранных студентов, который мы себе поставили, 2485 на этот год. На данный момент заключено 2515 договоров, из которых большая часть на сегодняшний день уже оплачена». К слову, интерес к обучению в КФУ среди иностранных граждан высок. Так, по состоянию на 29 августа в ВУЗ было подано 11 701 заявление от иностранных абитуриентов из 41 страны мира. При этом наибольший интерес к обучению в ВУЗе проявляют выходцы из Китая, Ирака и Турции. Отдельно затронули и вопрос приема высокобальных абитуриентов и абитуриентов-победителей призеров Олимпиад. Так, в этом году в КФУ зачислено 94 абитуриента, набравших 100 баллов ЕГЭ по одному или нескольким предметам, что на 9 больше, чем в прошлом году. «Есть отдельные стипендии для тех, кто поступает по результатам высоким на входе, поскольку мы считаем, что они должны иметь возможность и учиться, и получать какие-то бонусы». Таким образом, в ходе пресс-конференции были проведены факты, говорящие о росте количества абитуриентов, заинтересованных в обучении в КФУ, в частности, среди иностранных граждан, так и о повышении качества приема в ВУЗе. Кроме того, была отмечена полная готовность имущественного комплекса университета к новому учебному году. Отметим, что занятия у студентов в этом году начнутся несколько позже, с 16 сентября, в связи с проведением в последние дни августа мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 и проживанием его участников в кампусе КФУ. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета прошло заседание телевизионного дискуссионного клуба. Обсуждалась тема трансляционной медицины – правовые, бюрократические и этические барьеры. В роли одного из спикеров выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. В шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба. Обсуждалась тема трансляционной медицины – правовые, бюрократические и этические барьеры. Экспертами были ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов и директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин. В начале встречи ректор КФУ озвучил предысторию вхождения медицинских зданий в состав Казанского федерального университета. Было принято решение создать отдельную площадку. Это место, объединяющее усилия наших врачей, клиницистов и наших ученых, где в основном, наверное, будут работать медики, которые хотят заниматься наукой, и будут работать ученые, наши биологи, в том числе физики, айтишники, которые хотят унести свой вклад в реальную медицину, в клиническую часть, чтобы способствовать реализации, в том числе и тех национальных проектов, которые приняты и начали реализовываться указом президента нашей страны. Ректор отметил, что на недавней встрече в Таджикистане поднималась тема развития сотрудничества с университетской клиникой КФУ в области предоставления медицинской помощи, которую Таджикистан оказать не может. Мы будем осуществлять в плановом характере лечения и граждан других стран, в том числе из Таджикистана. Три часа лет никаких, 100% на платной основе. Более того, медицина в Таджикистане и так платная. Там бесплатная только экстренная медицинская помощь и онкологические заболевания, ну то есть те, которые массовый характер может нести. Там вся медицина платная. Главной же темой встречи стало открытие в ближайшее время научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ. На практике будут использованы новейшие разработки ученых Казанского университета в области медицины. Такая площадка, она называется прецизионной и регенеративной медициной. Потому что уже до этого на этой площадке у нас был создан биобанк, у нас были созданы помещения для работы с клетками человека, то, что называется к регенеративной медицине. Там прекрасная лабораторная база, университет вложился и в это. И вот эта площадка, которая не связана была бы вот этими вот регламентами и стандартами лечения, она нам потребовалась. Благодаря спонсору и активности наших ученых, так сказать, и ректората, сейчас там, вот я надеюсь, буквально, так сказать, с несколько, вот недели-две, и заработает этот центр, по сути дела, клинических исследований. Была затронута и тема инновационных лекарственных препаратов, созданных в нос фармацевтики КФУ. Проект КФУ-01 – препарат для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Второй проект КФУ-02 позволяет существенно увеличить эффективность большинства противоопухолевых лекарственных средств, не меняя при этом стандартных схем химиотерапии рака. Эти проекты получили золотые медали 47-й Женевской международной выставки, изобретение в апреле этого года. При условии реализации, которую я вам сказал, да, вот эти, нужно барьер преодолеть, пройти первую, вторую, третью, четвертую фазу, 4-5 лет достаточно, и поставить в производство. Это противоопухолевый препарат, который в разы химиотерапию улучшает, существующую химиотерапию, при очень малых вложениях. То есть химиотерапия сохраняется, но просто эффект ее увеличивается в разы. Да, это минимальные вложения. В ходе заседания телевизионного дискуссионного клуба КФУ говорилось о трансляционной медицине, где все желающие могли задать интересующие вопросы. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил декан института вычислительной математики университета Киндай из Японии профессор Хисаши Ханда. О совместных планах и образовательных проектах между КФУ и университетом Киндай расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл декан института вычислительной математики университета Киндай из Японии профессор Хисаши Ханда. Встреча прошла в Казанском офисе Канадзавского университета. На встрече присутствовал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Сергей Мосин. В рамках визита Сергей Мосин и профессор Ханда посетили институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Они обсудили программу, объединяющую КФУ и университет Киндай. Она позволит силами двух университетов обеспечить реализацию совместной образовательной программы. Выпускник сможет получать диплом от двух университетов. В отличие программы Double Degree, студент будет иметь не два диплома, а один диплом, который включает в себя программу двух университетов. Планируется, что данная программа будет реализована не только в Японии и России, но и ориентирована на третьи страны. Профессор Ханда считает, что этот проект должен стать привлекательным для слушателей-студентов и обеспечить высокий уровень качества образования. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В выставочном зале музея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Мой Пушкин». О том, как это было, смотри далее. В выставочном зале музея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Мой Пушкин». Это результат художественного проекта учащихся арт-студии лицея имени Лобачевского под руководством Эльвира Тухватулиной. Восемь живописных картин, представленных на выставке, иллюстрируют лирические произведения великого поэта. Среди них представлены такие стихотворения поэта, как «Весна-весна, пора любви», «Зимнее утро», «Туча», «Цветы последней милей», «Осень», «Зимняя дорога». Две работы участников написаны под впечатлением поэмы Евгения Онегина. Вот все вертучно гоняя и гонимы вешними лучами. В музее также можно увидеть уникальное иллюстрированное издание сочинений Александра Сергеевича. Выставка продлится до 3 октября. Диана Фатыхова, Елена Родов-Литияров, Универ-Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok